Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на удаленной связи по скайпу писатель, член Российского философского общества и Эстонского союза писателей Михаил Веллер. Михаил Иосифович, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы тоже можете звонить и присоединяться к нашей беседе, задавать вопросы нашему гостю сегодня. Вот ваша книга, Михаил Иосифович, «Веритофобия». Разные отзывы есть читателей в интернете, и кто-то считает ее затянутой, кто-то, наоборот, отрезвляющей, искренней, настоящей. Какой вы считаете эту книгу? Разумеется, я не считаю ее затянутой, и вряд ли я считаю ее чересчур отрезвляющей, хотя, быть может, отчасти. Дело в том, что чем отличается глупый человек от умного? Глупый человек может держать в голове не более чем одну мысль, одну антиномию одновременно. То есть, вы за белых или за красных, идти надо налево или направо, книга хорошая или книга плохая. Это глупый. Умный человек может видеть одновременно 4, 6, 12 значений, и поскольку видит он гораздо больше глупого, то он реже считает это затянутым. Глупый человек стремится из каждой книги вытянуть только одну мысль и сказать, значит, вы говорите, что будет конец света. Глупый человек вытягивает из этого, и как устроена психология человека, и как устроена психология коллектива, и что из себя представляет история человечества, как мы ее представляем и на самом деле, и так далее, и так далее. А вообще книга это о том, что мы не просто живем в мире мифов, живем в мире информационных моделей, которые сами себе создаем. И эти информационные модели иногда совершенно не совпадают с реальностью. То есть Ленин – это самый человечный человек, или Ленин – это пляшивый кровавый убийца, который вверг Россию в пучину страданий. Доложу я вам одновременно отчасти и то, отчасти и другое, отчасти еще много чего. Так вот, когда человеку говорят, сообщают какую-то новость, которая расходится с его представлением о мире, он эту новость решительно отторгает. Самое простое. Вот написал Коперник, что это не все планеты, и Солнце, и Луна, и мир вращаются вокруг Земли, а эта Земля вращается вокруг Солнца. Но поскольку все знали, что это не так, то книга Коперника при появлении даже не вызвала никакого шума. Она переписывалась 10 лет, 20 лет, 40 лет. И только когда Святая Инквизиция взялась за Галилея, что-то там насмотрел в свой телескоп, то Галилей сказал, да помилуйте, а что же, виноват, это все Коперник первый придумал. Но тогда Ватикан велел подать сюда Коперника и запретил эту книгу. Тогда началась ее настоящая слава. Так вот, сознание совершенно отторгало человеческой эту мысль, что Земля вращается вокруг Солнца. Кстати, и сейчас это знают совсем не все, даже так называемые цивилизованные люди. Это нам кажется странным, а половина населения западных стран, да и России тоже, при Балтике, не знаю, не считал, думают так. Так вот, веритофобия-то о том, что, когда вам говорят, ну и к чему в результате ведет западная модель демократического социализма. То говорят, да вы что, с ума сошли, все будет отлично. Расскажите, как? А им никто не говорил, как будет отлично. То есть, они знают, что как же, мы поборемся за права человека. И все будет хорошо. Им говорят, ничего хорошо не будет, потому что мы вымираем. Абсолютно ничего нельзя возразить по фактам против того, что население европейское и цивилизованных так называемых стран сокращается. А демография – это судьба, как говорил великий философ и основатель позитивизма Агюст Конт. И когда им говорят, что если вы будете так продолжать, то мы через несколько поколений вымрем. Ответ – фашист. Но ведь это правда. Вот поставить так вопрос – ты фашист. Потому что их сознание совершенно отторгает эту мысль. Это книга о том, что не надо отторгать мысли, не надо лгать себе. Хотя мы чаще всего лжем себе, когда узнаем о чем-то с неожиданной стороны. Это о прошлом, о будущем, о жизни нашей. – Ну вот, кстати, Андрей Макаревич в одном из интервью сказал о том, что, по его мнению, 80% людей на планете Земля, это цитата, являются идиотами. Вот такой достаточно жесткий комментарий. Вот как вы считаете, действительно количество глупых людей, если так немножко смягчить этот вопрос, оно превалирует над количеством умных людей? – Дорогие мои, во-первых, если вы хотите разбираться в каком-то вопросе, то обращаться надо по возможности к точным исследованиям, источным источникам, статистическим обобщениям, а не к мнению моего дорогого друга-любимого Андрюша Макаревича. Это первое. Второе. Как сказал еще Вильям Блейк, пусть кто не знает, сам ищет в компьютере, кто такой Вильям Блейк. Если бы другие не были дураками, то мы были бы ими. То есть ум человеческий и глупость человеческая, в общем, относительный. Даже самый глупый человек – гений по сравнению с самым умным шимпанзе. Это понятно. Так вот, поскольку у разных людей разные степени развития интеллекта, то большинство мы считаем глупыми, а меньшинство мы считаем умными. Одно относительно другое. Левые – относительно правого, сильные – относительно слабых. И так далее. Говорить надо о том, какому количеству людей присуща способность самостоятельного анализа поступающей информации. Какому проценту людей присуща способность принимать самостоятельные решения и формировать самостоятельные мнения. Огорчу вас, 20% здесь не будет. Здесь речь идет от силы о полутора-двух процентах. Все остальные принимают к сведению то, что им затвердили. Родители, школа, газеты, телевидение, интернет и так далее. А уж глупые или умные – это, знаете, зависит от ситуации. Вот слесарь может быть гениальный, а в качестве профессора он глупый. А дай эту профессору в руки молоток, и он, предположим, не сможет забить гвоздь. И слесарь посмотрит на него с презрением. Вот примерно так. Так что большинство создано для того, чтобы сохранять старые мнения, чтобы хранить традиции, чтобы придать социуму устойчивость. Это называется. Потому что иначе новаторы мгновенно поставят эксперименты на всем и разрушат все. Они новаторы, ребята, лихи. Вот большинство говорит, не сметь ничего изменять. Вот как отцы и прадеды жили, так, значит, и хорошо. И оно должно так говорить, чтобы все не развалилось. Это основная часть, это фундамент. А меньшинство все время предлагает какие-то новации. И 99% новаторов – это безумные прожектеры. Но для того, чтобы 1% двигал человечество вперед, и нужны эти 99% прожектеров, чтобы со 100% всех. Вот Бредень зачерпнул и этот. Так что нужно смириться с тем, что большинство людей, они так глупые. И 80% – очень умеренная цифра. Но в чем глупые, а в чем и умные работают, знают, себя обеспечивают. Ну вот насчет вашей книги, опять же, вот в слово веритофобия, да, его нет, точнее, теперь оно уже есть, вы его придумали. Придумали для обозначения явления страха правды. И вот вы не раз говорили в интервью, что страх и молчание из-за, наверное, страха, сейчас очень такое распространенное явление в обществе. Вы сказали, что это чревато мировой катастрофой. Вот кто боится и почему боятся? Большинство, мы повторяемся, оно верит. Вот ему говорили, как в царские времена, читаете Куприна, что враг внутренний – все зло. Это поляки, жиды, сицилисты и скубенты, как проводили унтера уроки словесности. И массы им совершенно верили. А потом в Советском Союзе при советской власти основная масса твердо знала, что советская власть – это все самое лучшее. Если кто-то говорил, что плоха советская власть, то ему говорили, ах, ты вообще наслушался вражьих голосов, негодяй вообще, предатель, ты чего говоришь? Кончила советская власть. И теперь одни, значит, говорят, нет, она была хорошая, другие – плохая. А вот чтобы посмотреть на все на это. Итак, кто этого боится? Вся продвинутая интеллигенция Запада, то есть студенческие кампусы, профессура, СМИ и так далее, они совершенно заражены социализмом. Это все виды неомарксизма, которых сейчас имеется, скажем, 15 только основных разновидностей. Они полагают, что должна быть обобществленная, государственная, народная, медицина, образование – все это бесплатно. И чтобы не то, что были большие налоги, а чтобы зарплаты были по справедливости. Если кто-то не может работать, он все равно должен жить достойно. А если кто-то талантливый и гениальный, он большую часть заработанного должен отдавать тем, кому не повезло от природы. Потому что ведь это справедливо им отдавать-то. Ты же ничего не сделаешь, чтобы родиться гениальным и трудолюбивым. Вот это, грубо говоря, вся социалистическая и демократическая модель сегодняшнего западного общества. Но когда им говорят, ребята, а вы понимаете, что вы строите концлагеря? Вы понимаете, что вы строите клыму? Вы понимаете, что вы строите расстрельные подвалы Лубянки? Вы же все слышали, да, что есть такая книжка Джонджа Орвелла «1984», потому что социализм приводит к всевластью государственных чиновников. А государственные чиновники становятся непререкаемой правящей кастой. И эта правящая каста устраивает тоталитарные порядки. А тоталитарные порядки означают, кто не с нами, кто не разделяет нашу точку зрения, наш образ жизни, тот должен быть согнут, или перевоспитан, или уничтожен. Вот к чему ведет тот самый социализм. Но если им это сказать, они в это не хотят верить. Ну, потому что у них в голове так все стройно. Да здравствует справедливость. Вы понимаете, когда в 1917 году лето, все лето, вот с марта месяца и по октябрь включительно. Лучшие люди России. Умные, образованные, патриотичные, гуманные. Они хотели строить в России демократию. Ни в коем случае не пускать генерала Корнилова, который предлагал установить военную диктатуру. И при помощи военной диктатуры, перевешив шпионов, перевешив большевиков, расстреляв преступных дезертиров, довести страну до учредительного собрания, а уже там она законно себе выработает свой строй, свои законы, свои институты, и Корнилов уедет нафиг себе на Дон. Он вообще не любил Петроград. Им сказали, никакой диктатуры. Мы гуманным путем. Гуманным путем они получили большевиков. Им в 1918 году все припомнили. Все их глупое прекраснодушие. Так вот и сейчас люди, которые стоят во главе этих социалистических движений, чаще они называются либеральными, демократическими и так далее, они боятся думать, что выйдет из этого всего. А человечество, цивилизованных стран, боится думать, к чему все идет. Наша цивилизация, в общем-то, если ничего не изменится, идет к катастрофе. Так, я прошу извинения, тут у меня в скайпе что-то вскочило. Пока напомним телефоны прямого эфира, чтобы наши радиослушатели тоже подключались и задавали свои вопросы. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Напомним, что сегодня на наши и ваши вопросы согласился ответить писатель Михаил Веллер. Звоните нам, присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Также пишите их в Фейсбуке, на моей страничке Вадим Родионов. Латинцы Родионов через А. Это можно сделать, и мы ваши вопросы тоже будем задавать. Михаил Иосифович, слышите ли вы нас? Отлично. А вы меня? И мы вас. И у нас, кстати, есть звонок. Давайте его примем тогда. Радиослушатель хочет задать вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Лариса. Вот я не знаю, может быть, я неправильно понимаю, но каждому человеку нужен кумир, пример какой-то. И вот как, например, Макареевич. Для кого-то он кумир, для кого-то он истинно в последней инстанции. Но вот иногда бывает, он что-то ляпнул, выдрали. А в каком состоянии он это говорил? Где и когда уже никто не думает. Вообще, я думаю, что от Макареевича сказал правильно. Спасибо. Спасибо вам. Да, Михаил Иосифович, можете прокомментировать. Наша слушательница, зрительница прекрасно прокомментировала тот тезис, что подавляющее большинство людей, иметь собственное мнение, решительно не способны по своему устройству, совершенно верно им нужен кумир. И истина в последней инстанции. Они всегда будут иметь кумира и истину в последней инстанции. В последнее время, наконец, говорят открыто, когда речь идет о реформах, преобразованиях, революциях, большинство ничего не решает. Решает все. Очень незначительное, активное, агрессивное, энергичное, интеллектуальное меньшинство. И вот как-то и все. Поэтому вот есть Макареевич и замечательно, он чудесный человек, он талантливый музыкант и исполнитель, и очень хорошо. И скажите, должны ли мы требовать от покойного, допустим, Федора Шаляпина, чтобы он был гением в политической философии? Да в гроб он видал политическую философию. А светлые умы в этой области науки могут петь, простите, как вороны. Каждому свое. Но человек устроен так, что ежели у него кумир, то вот скажет кумир, всем носить черное, значит, это хорошо. Вот скажет кумир, вот быть геем – это отлично. Ну, наверное, так и есть. И прочее, прочее. Так что это все, вы знаете, вот это все из области поп-культуры для большинства. Это чудная иллюстрация. Да, у нас еще есть звонок. Давайте ответим радиослушателю. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Если мы вернемся к революции великой, так лозунг у Ленина и Сталина «Весь мир насилием и разрушим, сначала воспитаем необузданную, дикую, кунициативен вражду, уничтожим семью всю эту, да по колен царскую, ужимим все, и вот тогда мы светлое будущее построили». И построили Гералисимус. Сталин нас ведет. Угробил нас, когда война началась. Ему генералы говорили, уже сейчас будет. Нет, нет, у нас есть договоры. Вот это и есть социализм и коммунист. Бутинброк. Какой у вас вопрос или это реплика? Реплика. Спасибо, я понял. Да, Михаил Иосифович. Значит, раньше, чем судить о том, что делали Ленин и Сталин, желательно несколько лучше изучить историю советской России. Иначе это на уровне, понимаете, вот генералы ему говорили, а он не верил, это все несерьезно. Вот это именно самый грубый образец мифологии для масс. Когда знаний категорически не хватает, когда собственное мнение выработать уже невозможно, но человеку всегда потребно иметь мнение по всем вопросам. Вот вокруг человека мир, и этот мир человеку потребно как-то себе представлять. Он ведь в нем живет. Значит, он с ним, в принципе, хотя бы на уровне знания, зрения взаимодействует. Значит, каждое явление, каждый факт этого мира должен быть отмаркирован. Вот к нему должна быть приклеена табличка, это так-то и так-то. Но поскольку разбираться ему некогда, то он клеит к этому самые, понимаете ли, грубые таблички. Комментировать здесь, безусловно, нечего. Но у нас еще есть звонок. Только что был, а вот есть, да, у нас звонок. Да, слушаем вас. Добрый день. Как вас зовут? Михаил Иосифович, я Дмитрий. Да, слушаю. С вами целиком полностью согласен, но я для себя, скажем так, сделал маркер следующий. То есть я считаю, что социализм — это в первую очередь распределение. То есть любая партия, неважно, как она называется, которая выступает за распределение, то есть со всех побольше содрать, а потом распределять по справедливости, то она социалистическая, в общем, ну, по своей сути, неважно, как она называется. Согласны вы с таким маркером или не согласны? Что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо большое за вопрос. Это только один из моментов. Это справедливый аспект, но только один из аспектов. Социализм означает обобществление продуктов труда, и потом государство это распределяет по справедливости. Социализм практически всегда, вы абсолютно правы, предполагает распределительную систему. Варианты этой распределительной системы могут быть многочисленными, потому что советский социализм, а конкретнее относительно сталинских колхозов, тоже назывался социализмом, хотя вообще это было государственное рабство. Вот если определять советский колхоз при Сталине, это было государственное рабство, ничто иное чем. Их нельзя было продавать, зато их можно было перекидывать с места на место, и так далее, и так далее. И социализм – это явление, конечно, гораздо более широкое, потому что, говорю, полтора десятка течений только основных. Шведская модель социализма, германская модель социализма. В Америке вообще социалисты шагают в полный рост и требуют уничтожения капитализма в Соединенных Штатах и социализма. Но, я повторяю, кроме распределения-то, что говорится? Что когда не будет нахлебников, буржуев, эксплуататоров, то люди будут работать свободно, и всего будет производиться гораздо лучше, и все будет делаться гораздо разумнее, и люди будут счастливые и гармоничные. Вот и тем не менее. Но тот срез, который вы упомянули, безусловно верен. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим наш разговор. Напомню, что сегодня в рамках программы «Абонент доступен» на вопросы наших радиослушателей отвечает писатель Михаил Велер. Оставайтесь с нами, несколько минут паузы, потом вернемся. МИКС Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Молком. Добрый день, в эфире программа «Абонент доступен». В студии Вадим Родионов и Анна Смирнова. И сегодня с нами на удаленной связи по скайпу писатель Михаил Велер. Михаил Иосифович, здравствуйте еще раз. Еще раз добрый день. И вот, Михаил Иосифович, Евгения задает вам вопрос и пишет. Вы активно пропагандируете отказ от русской классики. Говорит, что это депрессивная, она неудачная, безрадостная и так далее. Но сами, судя по всему, воспитывались именно на ней. Почему сейчас такая радикальная точка зрения? Или просто модно сегодня ругать все русское от футбола до Пушкина? Вот такой вопрос и мнение. Как вы можете прокомментировать? Это подтверждение того, что подавляющее большинство людей в состоянии одновременно держать в голове только одну мысль. И когда они считают, скажем, большую лекцию, которая потом записана, ну, допустим, 30-40 книжных страниц о русской классике, то им требуется вывод только один. Так ты за то, что она хорошая? Или ты за то, что она плохая? Ты за то, что ее надо изучать? Или ты за то, что ее не надо изучать? Все. К сожалению, такие люди всегда будут жить в мире тоталитарных отношений, потому что ничего более сложного по своему устройству не способны воспринять. Я ни в коем случае не хочу, чтобы наша дорогая и уважаемая слушательница, задавшая вопрос, отнесла это на свой счет. Это я как бы так более или менее вообще. Если перечитать вот то, что она прочитала, это внимательно. Первое. В этой книге девять лекций. Русской классике посвящена только первая лекция, то есть одна девятая часть. Но люди, как правило, замечают именно то, что они хотят замечать. Это понятно. Второе. Там нигде не сказано, что она плоха с художественной точки зрения, что она бездарна, что она состоит не из шедевров и что ее не надо читать. Нет, этого нет. Но каждый дополняет все в своем воображении так, как ему свойственно. Там говорится, что русской классике свойственна депрессивность и что в русской классике, в частности, входящей в школьную программу, практически нет. И я несколько раз прошу извинения, объясняю, что это, конечно, подход примитивный, бульгарный, жестко упрощенный, то, что я говорю. Но с этой точки зрения тоже необходимо взглянуть на эти шедевры. Там нет ни одного образца для подражания. Там нет никакого характера, который бы на что-то вдохновил. Там нет никакой мысли, которая помогла бы жить. То есть вот эта литература, она не делает тебя сильнее, она не делает тебя крепче, она ни на что тебя не вдохновляет. Она не дает тебе сколько-то ясных критериев, как тебе жить в этом мире, каким надо быть. Все главные герои – Чацкий лишний человек, Онегин лишний человек, Печорин лишний человек, у Тургенева, они все в результате помирают от чего-то, они все несчастны, ни у кого ничего не получается. Анна Каренина бросилась под паровоз. У Достоевского, понимаете, великие романы. Он в результате убивает старушку, она идет на панель хорошо. И вот это главные герои. Гениальный роман «Идиот». То есть один – идиот, второй – психопат-купец, который, кстати, коробки спичек не продал за всю дорогу. Просто сказано, что он купец. И все. Поэтому у него много денег. А главная героиня – содержанка. Не будем ходить за следующим романом, где там Грушенька, где там Смердяков. Это же, вы понимаете, парад уродов. Это парад не к чемушников. Заметьте, все эти люди бесплодны во всех отношениях. У них ни у кого детей-то ведь нету. Анна Каренина не считается. Она у нас отдельно. Они после себя в жизни ничего не оставили. Они болтаются, как цветы в проруби. Спрашивается, а что-нибудь другое школьникам нельзя дать почитать. А нужно думать о том, что по литературным образом человек себе составляет идеал поведения, образец того, как надо жить. Он представляет себе, что такое хорошо и что такое плохо. Там все плохо. А если хорошо, то добром никогда не кончится. Нужно же хоть раз за 150 лет об этом хотя бы задуматься. Вот простите, ради бога, мою скромность. Вот я первый и задумался. Михаил Иосиф, источники пишут, что вы являетесь создателем клише «Лихие 90-е». Вы употребили его в своем романе «Кассандра». Это выражение уже стало устойчивым и очень популярным. Вот как оно у вас родилось? Вы знаете, такие вещи рождаются сами собой. Вот сказал что-то, потому что оно казалось совершенно естественным. Потому что казалось, что именно такое слово, именно такой оборот очень кратко выражают основную сущность. Вот только и всего. С одной только маленькой поправкой. Простите меня, ради бога, за поправку. «Кассандра» – это не роман. Это, скажем так, популярный философский трактат. Вот, кстати, еще Евгения задает вопрос. Зачем в вагоне-агоне столько молодежного сленга? Понятно, что местами он логичен и гармоничен, но к сотой странице уже восстаешь от такого самовыражения. Вот как вы можете это прокомментировать? Опять же, вопрос из интернета, который нам поступил. Во-первых, спасибо за молодежный. Я подозреваю, что человек, который ты написал, достаточно немолод. Мне представляется, что сегодняшний молодежный сленг выглядит несколько иначе. Другое дело, что сплошь и рядом, и там употребляется разговорный язык. Вот ни площадной, ни грубый, ни хамский, ни примитивный, но просто идут чисто разговорные обороты там, где, на мой взгляд, это уместно. И это легче и проще всего объясняет суть дела. Если учесть, что в наше время уже старики говорят о рэп-баттлах, уже, вы понимаете, Элтон Джон решил приобщиться к жанру рэп-баттла. Кто бы мог подумать, почему от этого надо уставать, я не знаю. Люди не устают от естественного человеческого языка. Люди устают от неестественного условного языка. Если вы начнете читать философскую монографию, написанную советско-российским академическим языком, читать ее невозможно. Это не русский язык. Это не язык для чтения. Это язык, который они впитали как просто стиль канцелярский. Этот стиль воспринимать трудно, потому что слишком велик разрыв между этим стилем и нормальным человеческим языком. Вот я пишу нормальным человеческим языком. Не более чем. Я вам доложу, что в истории российской науки, советской науки 20 века первым ведь, в общем, к этому прибега и широко известных фактов Лев Гумилев. Лев Гумилев писал нормальным человеческим языком. И вот сейчас, в эпоху так называемого современного искусства, когда воротят какой-то билиберду и говорят, ну как же, это тоже один из изводов постмодернизма, требовать написания лекционным языком. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество лекционного институтского языка перед языком человеческим? Бросьте вы это все. Это тоже идет от непривычности. Вот человек привык, что если что-то умное, значит, соответствующим языком. А если не таким языком, то как же это так? А вот так. Да, и у нас еще есть звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Валера. Слушаем вас. Самое интересное, что я знаком с племянником главного героя, который тут с вами разговаривает. Да, так что иногда я его смотрю по телевизору, да, не могу с ним не согласиться, а только приветствую. Все. Это реплика, да? То есть вы просто хотели высказать оценку? Да, да, да. У вас есть вопрос, может быть? Нет, нет, вопроса нет, потому что я знаю этого человека. Ну, вот и все. Спасибо вам. Спасибо вам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните нам. И у нас есть еще звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, меня зовут Александр. Очень приятно слушать господина Вилера. Во-первых, талантливого литератора, и самое главное, что человек, у которого своя позиция и свои довольно неординарные подходы к решению многих проблем. У меня вот такой один вопрос, значит, может, и дополнение. Вот, знаете, Владимир Владимирович когда-то говорил, не надо бояться человека с рульем. Точно так же не надо сейчас бояться социалистов с их иногда такими путанными идеями. И то, что они собирают, значит, свои идеи воплощать в какую-то практику. Понимаете? Вот все-таки идеи социализма какой-то притечи. Для них это все-таки религиозные течения. Это, значит, вечная мечта человечества. Да, задавайте ваш вопрос, пожалуйста, чтобы все-таки... А вопрос такой. Вот скажите, все-таки царство Божие на земле, если его построят. Во-первых, интересно было бы знать ваше мнение, вообще можно его построить? И какая основа модели социально-экономической будет в ее основе? Социализм, капитализм или что-то смешанное? Да, спасибо вам. Вот такой вопрос. Все понятно. Уважаемые друзья, слушатели, зрители и так далее. И вот что касается ответов на вопросы тем, кто интересуется узнать какой-то ответ глубокий на что-то, я мог бы рекомендовать свою собственную книжку, которая называется «Все о жизни». И прежде всего ее первую часть, которая называется «Всеобщая теория всего». По порядку Ленин, который говорил «Не бояться человека с ружьем». Это не более чем проходная тактическая фраза, потому что, во-первых, Ленин мгновенно запретил владение оружием всему населению Российской империи, чего до этого вообще никогда не бывало. Вот с тех пор и по сейчас владение оружием гражданину советского государства, сейчас российского, запрещено. Не надо бояться. Бояться дьяволы, вооруженного человека, который не без защиты. Второе. Что касается того, что у социалистов замыслы хорошие. Но простите, ради бога, за такую банальность страшную. Вот этими благими замыслами дорога в ад и вымощена. Вот в основе христианства, в частности, лежали прекрасные заповеди, Евангелия и так далее. Ну и как вам святая инквизиция, и как вам пытки и сжигания ведьм и так далее, и так далее. Все можно довести до абсурда. Так вот, когда говорят, что не надо бояться социалистов, рекомендую глубже вникнуть в практику. Потому что, когда производство, проще всего брать в Америке, как только власть в каком-то регионе переходит демократическим путем к демократам, которые фактически стали социалистами, оттуда бежит бизнес, оттуда бегут приличные люди, там воцаряется нищета, бандитизм, и они кричат «дайте нам денег». Вот наилучший пример – это Детройт, автомобильная столица мира, где власть перешла к левым, к демократам, к социалистам, распределительная система, всем всего дать, налоги для этого повысить, чтобы давать неимущим. Оттуда сбежало все производство. Теперь это один из самых криминальных районов в мире, который может соперничать, я знаю, с Колумбией, с Южной Африкой. Это что у социалистов, они мягко стелят. А что касается поспать, это называется «не бойтесь большевиков», ну, будут колымские лагеря, ну, уничтожат 10, 20, 30 миллионов. Но ведь замыслы-то были хорошие. Да нет, бойтесь, пока вас самого к стенке в подвале не поставили. Потом бояться поздно будет, дорогие друзья. Нужно же понимать всю цепочку. Вот у вас есть начало, подумайте, что будет в конце. Теперь, что касается царства Божия на земле. Почему я упомянул свою же книгу «Всеобщая теория всего», которая входит в книгу «Всё о жизни». Идеал, он на то и идеал, что он находится не в сфере материального, а в сфере идеального. Никакой идеал недостижим по определению. Идеал – это то, что должно быть. А по устройству человеческому, по его природе, человеку всегда должно быть не так, как сейчас, а лучше. Иначе справедливее и счастливее. Но у нас в рамках программы нет возможности прочитать краткую лекцию по психологии счастья. Но, тем не менее, оно вот так. Так что успокойтесь, не будет вам никогда никакого царства Божия. И вот эта борьба между хорошим и лучшим, правильным и неправильным, справедливым и несправедливым, она будет всегда. Она может принимать разные формы, но она будет всегда. Это «Бытие мое», как в известном кино. Вот в начале нашего эфира вы упомянули Орла, его антиутопический роман. И вот в начале книги «Веритофобия», автобиографическая часть там идет, где вы рассказываете о детстве, вспоминаете о том, что в СССР через искусство и СМИ народу внушалась ложь. Вот сейчас многие говорят о том, что средства массовой информации в России не свободны. Вам не кажется, что история с более жесткими запретами не только СМИ, но и на литературу, на кино может вернуться в Россию? Ну, если говорить о СМИ, то она отчасти уже и вернулась. Потому что есть несколько мест, которые оставлены, чтобы все оппозиционеры и недовольные прежде всего кучковались там. То есть это эхо Москвы, новая газета, телеканал «Дождь», еще пара мелких дыр. Это совершенно грамотно с точки зрения спецслужб. Пусть они будут все в одном месте и таким образом под присмотром. Если мы возьмем телевизионные ток-шоу, на которые я года примерно полтора как ходить перестал, года два уже, то их уже смотреть совершенно невозможно. Это совершенно оголтелая пропаганда. Да, конечно, это есть. Очень интересно, что будет в наступившем году. Я по привычке со школы считаю год, вот сезон. Вот с сентября до июня. Так что с сентября пошел, школьники в школу. Вот, значит, сезон начался. А то, что это происходит, разумеется, это происходит к искусству, это относится в гораздо меньшей степени, ибо искусство имеет настолько незначительное влияние на массы, что можно им не заниматься, потому что несколько процентов всегда будут недовольны. Вот они оппозиционеры по жизни, по рождению. Ты их сунь в любую среду, они все равно будут оппозиционеры. Вот эти прежде всего. Если они будут ходить на какие-то модерные спектакли и на выставки современного так называемого искусства и так далее, пусть они этим занимаются, бог с ними. Книги сейчас хорошие читают несколько десятков тысяч человек от силы. Ну, что такое даже 50 тысяч человек? Из этих 50, вы меня простите, 40 еще и не поймет. В России вряд ли есть больше 10 тысяч самостоятельно мыслящих грамотных читателей. И десяти-то тысяч не наберется. Так что пускай пишут. И то, понимаете, когда Шендер, что там, простите, Витя Шендерович, пару лет назад какую-то книжку типографию отказались печатать, потому что магазины отказались брать. Но это же не художественная литература, это была публицистика. То есть попытка подкопа хоть с детским совочком да под государственные здания. А вот то, что касается СМИ, так что теперь огромная проблема интернет. Мы контролируем газеты в электронке и в бумаге, мы телевидение полностью, а вот в интернете, они в соцсетях друг другу пишут, это ужасно. Так что теперь пытаются контролировать СМИ. Ну, вот, кстати, вопрос о СМИ и о ситуации на Эхо Москвы. ОМРА, такой пользователь с таким ником, задает вам вопрос, почему вы так и не извинились перед Ольгой Бычковой с Эхо Москвы? Ну, я напомню, что там была такая конфликтная ситуация, достаточно известная. Вот как вы можете ее прокомментировать и ответить? Я понимаю. Извиняться должно радио передо мной. Мне это нужно было сделать все гораздо раньше. Во-первых, желающие могут посмотреть, как-то мы с Оленькой беседовали за год и за два года до этого и прочее. То, что я написал в книжке, которая потом вышла, подумать только, это сочетание некомпетентности, амбициозности, лакейского варианта хамства. То есть, когда все тихо, когда на эмоцию выводится собеседник. И в общем, конечно, абсолютной профессиональной непригодности, потому что работающий на радио человек должен иметь быструю умственную и словесную реакцию. Должен говорить внятно, должен говорить по делу, должен своим голосом, своей речью держать слушателя. Когда он мямлит и зажевывает время, честно вам скажу, я с годами от плохой работы, вопиющей плохой, стал приходить в раздражение. Кроме того, там была никому не нужная длинная предыстория. Она была абсолютно не готова к передаче, не зная никаких новостей. Она вылезла, потому что не знала, что говорить, с проблемой реновации домов, которые до этого я уже три раза вел по этому часовую передачу. Я не могу в одном месте четыре раза говорить об одном и том же, и прочее, прочее. Ее дело было заткнуться и молчать, потому что работа журналиста состоит в том, чтобы сделать материал. Если журналист работает с, условно говоря, клиентом, то его задача – получить с этого клиента максимум, что он может дать. Если он с него не получает ничего, то этот журналист просто профессионально, повторяю, непригоден. Вот только и всего. А то, что, понимаете, Венедиктов когда-то любил говорить, что журналист – это не подставка для микрофона. В смысле, он тоже должен говорить. Дело в том, что есть, может быть, молчащая подставка, но перебивающая и хамящая не в попад подставка для микрофона еще не становится журналистом. Уровень там, что касается Уленьки, он, в общем и целом, ниже Плинтуса. Ни Матвея Гонопольского, вы понимаете, давно в эфире практически нет, Корзун оттуда ушел, Бундман там редко появляется, он давно залег под веника и так далее. То есть, там, в общем, нормальных людей практически не осталось. Ведь радио-то существует только за счет гостей, потому что только там гостям позволено говорить то, что не позволено в другом месте. Только и всего. Поэтому, если тебя довели до бешенства, да вообще с ними дело иметь на самом деле не надо было. Потому что, простите великодушно, но если брать уже последние полгода, я ребятам всячески желаю здоровья и счастья, но ощущение, что они уже протухли. Михаил Иосифович, как вы относитесь к несменяемости власти в России? И кто-то говорит, что России нужен царь. Как вы считаете? Я считаю, что власть должна категорически меняться, что она должна быть прозрачна, что она должна отчитываться и что она есть наемные чиновники, которые народ ставит для решения общих вопросов и платит им за это из своих народных денег зарплату. Это я так считаю. Это очень-очень многие люди в мире так считают. Но по ментальности значительной части народа, возможно, по ментальности большей части народа, получается, что вечно или генсек, или президент, или царь, или кто-то еще. То есть некая общая склонность к насаждению общей точки зрения, к насаждению единомыслия, вот это вот желание единомыслия и единодействия, оно, в общем, ведь идет снизу. Так уж складывалась история. Нужны три непоротых поколения, чтобы дело изменилось. Но трех непоротых поколений подряд в России за тысячу лет никогда, однако, не было. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли с нами на прямую связь. Михаил Веллер был гостем программы «Абонент доступен».